Девушки отдыхают Здравствуйте! Я чувствую, что настало время определиться с приоритетами в личной жизни, поэтому сегодня я здесь. И со мной мои подруги Мария и Ксения. Павел, 28 лет. Влюбился в бразильскую красавицу, бросил все и переехал к ней жить. Но не смог смириться с менталитетом экзотической страны и через полгода вернулся на родину. Павел директор департамента по работе с юридическими лицами в банке. Увлекается плаванием, бегает на лыжах, изучает иврит, говорит на португальском, английском и французском языках. Ни о чем не мечтает. Все задуманное воплощает в жизнь. Павлу не нравятся силиконовые красавицы в татуировках. Женится на стройной девушке, которая будет хорошей хозяйкой в доме и при этом успешной в карьере. АПЛОДИСМЕНТЫ У вас с ним очень много общего. Путешественник. Будете с ним осваивать новые территории. Ну я знаю, что вы так не мешкали. В общем, недолго думая, после дискотеки выпили, как говорится, сговорились и прямо сразу в гостинице. На самом деле оно так и было. Не жалейте? Я вам абсолютно не жалею, потому что... У нас так по-русски говорят, зачем мы перешли на «ты», за это нам, как говорится, перепало. Мы-то не любим, мы любим вот эти вот хороводы. Ну тут, наверное, все-таки нужно чувствовать ситуацию. То есть, когда ты чувствуешь, что человек именно тот, с которым бы ты хотел провести какое-то время, нужно не мешкать. Это вот так же как рака чувствуется. Вы-то чувствовали, что она девушка, с которой вы хотели бы провести. Она его, она его соблазнила. Это она ему и предложила. Ну тут, знаете, самое главное, опять же, знать меру даже вот в этом. Потому что, на самом деле, я не сторонник этого. Положительный трезвенник. Трезвенник. Главное, что ты трезвенник. Хорошо, Павел, закрутилась, завертелась, и все дошло до того, что вы поехали к ней в Бразилию. И как вас родня ее приняла? Вы знаете, родня приняла на удивление хорошо. То есть, честно, я не ожидал такого радушного приема, который оказали мне там. В общении мне тоже нравится. Человек, как человек, он хороший, видимо. Да. Мне нужен мужчина Жиловский, который меня построит такой. А она вас привезла туда в качестве жениха или просто бойфренда? Ну, бойфренда, там такого понятия нет. То есть, там на Мараду, вот как раз таки, это значит, что человек, который в перспективе должен стать женихом. А вы похожи на бразильцы? Они похожи на нас. Нет, внешне вы похожи. Там много таких. Вам бы еще подзагореть чуть-чуть. Хорошо, они жили в большом доме, большой семьей, все братья и сестры, в общем, все вместе. Да. Это тоже похоже на нас, потому что тяжело отдельную площадь заполучить. Он вернулся из Бразилии, может быть, за мной. Зачем? Ему нужна там какая-то девушка, если лучше все в России. Почему ты говоришь, может быть? Он вернулся за мной, все. Сколько прожили? Полгода. А потом, что стало Москва на всей деревне? Да, вы знаете, все-таки в этом есть момент бразильский. То есть, если жена ругается, то муж спит на улице. Это есть такое. А ругается за чего? Что они делили? А вы знаете, в принципе, конфликт может вспыхнуть легко, ну, в зависимости от темперамента бразильского. Поэтому здесь может все стать поводом. Да, у нас... Улыбнулся кассирша. Да? Абсолютно верно. Поздоровался со стоматологом, улыбнулся. Ну, мы женщины ревнивые, особенно когда мы молодые, что ж поделать. Ну, а вы бы все это на шуточки переводили. Ревнует, значит, любит. Ну, вы знаете, до какой-то поры это возможно. Или наигрались вы с ней уже? Ну, нет. Больше до какой-то поры это возможно, но все-таки должно быть взаимопонимание. И основной момент, все-таки, чтобы изъясняться человеком, нужно хотя бы очень хорошо знать тот язык, чтобы изъяснить все свои чувства, все свои... А вы как разговариваете? Мы разговаривали на ломаном английском, потом я подучил португальский уже в процессе, вот, сам. Поэтому на ломаном португальском и на ломаном английском. Вы по образованию кто? У меня окончено финансово-экономическое. А когда вы жили в Бразилии, вам сколько было лет? 25. То есть оно уже было у вас, это образование? Да, совершенно. Вы тяжело с таким образованием игрущиком в порту бразильском? Вы знаете, жизнь такая штука, что она заставит игрущиком и там на складе работать. Ну, это для вас была скорее романтика такая или вот реальность такая вынужденная, тяжелая? Ну, вы знаете, на тот момент я считал, что то небо, под которым я жил, это будет мое родное небо теперь. И как бы я относился к Бразилии, как к своей родной стране. Это он разве женщина на такой способ? Нет, это у него был способ переехать за границу. А не предлагали ей переехать в Россию? Вы москвич же, да? Да, совершенно верно. Ну, не предлагали, все-таки здесь покруче будет. Вы знаете, честно вам скажу, не пожелал бы никому жить в Москве. Как это? С той лишь разницы, что Москва она для работы. И Москва она для того, чтобы чего-то достигать. То есть, если ты хочешь просто жить и получать удовольствие от самой жизни, то это не в Москве. Ну, правильно, надо работать в Москве, отдыхать за границей. Согласна. А какая она жизнь, когда вот ты удовольствие получаешь? Расскажите, как вы проводили досуг? Мы бы узнали, например. Гуляли, ездили, смотрели какие-то места. Это был город Манаус, это город, который стоит на Амазонке. Смотрели места, ознакомились с местным менталитетом. То есть, самобытно. То есть, в Бразилии основной способ передвижения – это мотоцикл. В принципе, всё. То есть, шорты. В чём родло, солнце. А какая она была? Вот чем она вас так поразила? Кроме того, что она была открыта, свободна, естественна? Вы знаете, какая-то была, опять же, как я уже обозначил вы тоже, похожесть на российский менталитет. Всё-таки мы похожи. Всё-таки мы похожи, да, и даже внешне. То есть, это больше сказывается к югу страны, где люди там более светлые. Как бы, если поставить бразильянца и россиянина, можно порой не отличить. Поэтому мы говорим на разных языках, но менталитет, в принципе, схож. Хорошо. Она вас спокойно отпустила или вы оттуда убежали? Вы знаете, но если учитывать то, что она всё-таки думала, что я оттуда не уйду, потому что я был в таком положении, вот, то... Как гастарбайтер. У вас даже паспорта не было. Да, совершенно верно. Я потерял паспорт в процессе путешествия по Южной Америке. Поэтому она не думала, что так будет до последней секунды. Вот, а потом уже было поздно. Ну, по справке, да, по-французской? Да, совершенно верно. Я вернулся, взяв справку в российском посольстве в Париже. Бумаговозвращение это называется. Вот и вернулся. Не жалеете? Нет, абсолютно не жалею. Ну, если был такой опыт, значит, больше он не убежит, правильно? Да, да. Куда он от меня денется теперь, девочки? А вот вы пришли с двумя подружками. Это ваши бывшие возлюбленные или ваши коллеги, не знаю, одноклассницы? Кто они? Нет, это мои подруги. Это, можно сказать, близкие мне по духу люди, с которыми у нас есть взаимопонимание, какая-то общность тоже интересов. И самое главное, это не только красивые девушки, но и при этом еще иные. А по духу вы чего вместе? В том плане, что приоритеты это развитие личностное, развитие карьерное, то есть это какие-то есть приоритеты жизненные. О, переходим к карьере. А то мне скучно про вашу любовь стало. А вы москвич, как я понимаю, а почему вы квартиру снимаете? Ну, родители отдельно, я отдельно пока что... А, то есть это самостоятельно, то, что любишь. А зарплата какая, кем вы сейчас работаете? Потому что меня что-то напрягло... Директор департамента по работе с юридическими лицами в банке. Хороший мужчина. Ну да, перспектива есть. Я считаю, что он может развиваться спокойно, да, даже из грузчики в юристы там, видишь, легко получается. Ну, хорошо зарабатываете, да? Ну, знаете, хорошо сказать нельзя, как бы в 90-х возможно... Ну, машин-то есть у вас? Права сейчас получаю. А машин еще нет? Пока что нет, но без права. Ну, будете кредит брать, наверное, да? Ну, да. А вы когда кредит будете брать? Когда вы женитесь, чтобы еще и на жену там вскладчину? Нет, нет, нет. Или еще до того, как... Ну, конечно, до того, как просто прав не было, поэтому со всеми этими перепитиями, вот как бы... Да ведь это же мелочи, брать кредит на машину. Например, даже если он покупает машину до брака, роз, все равно через 5 лет ему нужна будет другая, потому что он будет ее менять. Ну, мало ли, что там сложится в России. Ну, 5 лет выплачивать за нее все равно придется. Ну, да, тоже есть такое дело. Не хотелось бы как бы с долгами-то. Расчитаю то, что мужчина все-таки должен зарабатывать больше, чем женщина, и должен позволить жить так, чтобы не брать кредиты. Я себе позволяю. А что же вы ничего не планируете-то? А детей когда планировать будете, вам уже по 30? В принципе, я планирую в ближайшем будущем, ну, в ближайшие лет 10. Дет 10? Да, дети должны появиться. Ну, ему 28 лет всего. Так нет, а девчонкам-то что 10 лет? Скажите мне, пожалуйста, Павел, о чем мечтаете? Я не думаю, что даже директор департамента – это ваш потолок карьерный. Вообще, как хотелось бы жить, где хотелось бы жить? Вы представление имеете уже? Да, представление имею. Вот если вы сказали, что в Москве жить не пожелаете и врагу, то, наверное, хотите куда-то переехать. Куда? У нас тоже есть юг, кстати, в нашей большой стране. Да, есть, но все-таки я предпочитаю юг, который подальше от нашей страны. Какой ужас? Куда? Вы знаете, может быть, это звучит пошло, но Испания, было бы здорово иметь свою виллу, свою яхту где-то. Вот вы такой молодой, вы много путешествовали. Когда вы успели так надорваться, вот у нас в стране, вы же русский парень, что вам хочется жить не здесь, и вы так о Москве как-то неуважительно говорите. Что вы сделали для своей страны, для того, чтобы сюда хотелось всем приезжать, а не отсюда бежать? Ну, вы сделаете, вы такие здоровые, вы такие умные, вы образование все получили. Вы совершенно правильно заметили, что нужно что-то делать, но, к сожалению, как показывает жизнь, один в поле не воин. То есть есть определенная система, если эта система работает в том ключе, что... О, нет. Да, вот я как бы именно туда. Про вас более чем понятно. Но я не вижу, вы какой-то блеска в глазах у него, знаете, вот что вот... Он жизнь какая-то видел. Сейчас увидит Ксюшу, забрится в глазах сразу. Ну что, будем, наверное, уже знакомиться. Роза, Василиса. Ну вот, я тоже Лариса не очень люблю, когда не говорят про нашу страну, не хотят нашу страну. Вот особенно молодежь. Ну, надеюсь, что просто молд. Хочется отечественного производителя-то поддерживать. А тут не знаешь, отечественный он или уже заморский. Слушайте, ну он суровый мужчина. Там как бы вообще слова не скажешь. Мне такого и надо. Ну, я не знаю. Буду смотреть, походу разбираться. Может быть, девчонки как раз наши вот хорошие смогут его переубедить. Ну, хотя бы как минимум одна. Чтобы она растет. Василиса, по звездах удастся Павлу построить красивый город солнца на нашей земле? Я думаю, что он не этим будет озабочен. А чем? Любовь, любовь. Конечно, любить вы хотите, жениться не планируйте. И вообще мужчину с этим типом гороскопа очень сложно женить даже и в 38 лет. И даже некоторых и в 48. Все были когда-то такие подружки, посмотри. Эффектные, да, яркие. На бразильянок похоже тоже чем-то. Поэтому мне как раз кажется, что, в общем, где-то все равно душевная рана не затянулась еще. Вы ищите женщину легкую, необременительную. Та, которая была бы, наверное, в меру весела и, может быть, даже не в меру раскрепощена. Вам нужна женщина, которая будет подругой, спутницей. Но вы ищете общение именно легкого, без какой-то глубины. Мне кажется, что русские девушки ждут от мужчины больше. И внимания. Разные. И проникновение. Я думаю, Мария и Ксения устраивают. Они его, они нелюбимые женщины. Мы не знаем, что там было. Они подруги. Нет, на самом деле ничего не было. Да, ничего не было. Я думаю, что как раз это тот тип мужчины, с которым очень хорошо дружить, но очень сложно залезть к нему в душу, чего хотела бы любая женщина, когда речь идет о ее любимом мужчине. Поэтому я советую женщину с большой разницей в возрасте. Вам нужна очень-очень молоденькая. Потому что если уж вы детей собираетесь только через 10 лет заводить, то нужно так, чтобы ей не было поздно. А это значит, что ей сейчас должно быть до 20. Не понимаю, как мы найдем и уговорим ее. А я хочу сказать, если бы Павел хотел остаться там, он бы остался. Ну, не со своей девушкой ревнивицей, с кем-то другой. Но он к нам вернулся, слава Богу. Поэтому будем искать для вас достойное. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в гостях Павел. Встречайте первую невесту. Удачи. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Сегодня я пришел к вам не с пустыми руками. Я пришел вам подарить сегодня мечту о любви. Спасибо. То, что никто не дарил, поэтому... Спасибо, очень приятно. Вы очень приятная девушка. Я Марина, я пришла, чтобы покорить вас. Здравствуйте. Ну, она уже покорила, мне кажется, внешность хотя бы. Конечно, не фану покорила. Здравствуйте, Марина. Представьте своих сватов. Марина моя подруга. И Игорь мой друг. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина. 23 года. Оперная певица, киноактриса, лауреат международных конкурсов по вокалу. Увлекается танцами, плаванием, любит все блестящее и кошек. Мечтает выступить в Кремлевском дворце и признается, что у нее по жизни нет проблем. Марина познакомилась в интернете с мужчиной своей мечты, но очень скоро устала от постоянных скандалов и обид со стороны возлюбленного. Надеется, что Павел будет ценить их отношения, а не искать повода для ссор. АПЛОДИСМЕНТЫ Маринечка, я впервые встречаю девушку, которая про себя говорит, что у нее нет проблем. Ну, на данный момент так и есть. Год назад у меня были сплошные проблемы. А вы ходили на какие-нибудь курсы, где вам сказали, живи легко? Нет, я, если честно, пришла год назад к экстрасенсу. Она мне сказала, что она за год все исправит. Ну, и действительно сдержала свое слово. Потому что мне кажется, как только кто-то заявляет, что у нее нет проблем, значит у него, наоборот, масса этих самых проблем. Просто бы кто-то научил, вот так говорят. Вот я сейчас у Василиса хочу спросить, возможно ли такое? Разумеется, никто не может жить бесконечно без проблем. У всех случаются свои критические дни во всех областях. Но очень важно, как ты относишься к этому. Я считаю, что установка, в принципе, на то, что у меня нет проблем, очень правильная. И вообще, самое важное, даже, как мне кажется, попытаться заякорить это состояние. Вот если человек в какой-то момент испытывает счастье или ему приятно, он должен постараться в памяти захватить этот момент. Чтобы в тот момент, когда он будет нуждаться в этом, раз, и вспомнил как-то вот этот свой акр. Вытащил свои приятные воспоминания и ощущение, что нет проблем. Я считаю, что правильно жить именно так, с установкой на какой-то рост. Нет, вот мне кажется, когда американцы на все говорят, что нет проблем, они напоминают дебилов каких-то. Ну, не может человек даже 23 лет от рода жить без проблем. Сознательный человек говорит, у меня нет проблемы, а может быть задача, которую я собираюсь решать. Да. Ну, вот на данный момент нет проблем. Ну, год назад у меня были сплошные проблемы. Рассказывайте. Ну, скажем так, первая жизнь я зарегистрировалась на сайте знакомств. Случайно познакомилась с мужчиной. То есть шла на встречу, в принципе, ничего не ожидала, ничего не планировала. Ну, то есть, как бы так. Думаю, схожу, схожу. И, ну, когда я его увидела, то есть я поняла, что это тот мужчина, которого, скажем так, я заказывала, может быть, небесам. То есть для меня это было такое удивление. Ну, и как бы, когда человек, ну, скажем так, получает то, что он хочет, наверное, он, наверное, когда вот такое появляется внезапное счастье, он, наверное, пугается. Плюс человек попал в тот момент, когда мне было совсем не до чего, совсем не до отношений. Вот тогда у меня были сплошные проблемы. Я только что вышла из больницы. Меня очень сильно подставили по работе. То есть у меня ничего не клеилось. То есть мне было так... В тот момент мне было вообще не до него. Он ходил на второй план. Нет, ну, если не получилось завязать отношения, познакомиться в интернете, то же, молодец. На третий день у меня уже такая появилась ревность. То есть он говорил, я уезжаю там на две недели. Он не брал с собой. На третий день знакомства. Да, у меня такое заранилось зерно ревности уже на третий день. А что, уже были отношения через три дня? Ну, мы вот три дня, то есть трое суток. В постель не вылезали. Вот как Павел. Нет, мы гуляли там, кино, ресторан, кино. То есть все трое суток. Ну, как бы мужчина познакомился сразу. А сколько лет-то мужчина-то была? На 10 лет старше. Ну, хорошо. И вы уже поняли, что он ваш парень, а вы его девушка. А тут он уезжает по работе в командировке. Почему он должен был брать вас в командировке? Нет, он уезжал отдыхать, кататься на лыжах. И сказал, ну, ты там хоть будешь скучать. А я как бы подумала, ой, такой мужчина. Ну, там, наверное, последний остался. Наверное, просто ему там все там стервы попадались. Наверное, просто не успели такого крутить. Я думаю, наверное, там чуть ли не с фотомоделями куда-то едет на горнолыжный курорт. Яркая девушка, яркая. Не постеснялась показать грудь и прийти в соболях. Нет, он же вернулся когда-то с лыжни-то с этой. Ну, он все время возвращался, как ни в чем не бывало, ну, как бы... Это когда вернулся уже с лыжни? Ну, опять мы всю ночь ругались, опять обиделся. Это когда вернулся? Да. А что ругались? Ну, выясняли. А уже жили вместе? Нет. А где вы ночью? В подъезде что-то стоили? Ну, нет, у него дома мы встретились. Ага. Вот. Ну, и в итоге он сказал, что мы расстаемся, а я просила все-таки обозначить причину. Он сказал, что у тебя не такая профессия. А что, вы оперная певица? Ну, может быть, такое мнение, что певицы, они как бы там... Вы оперная? Ну, вот я пыталась ему объяснить, что я не в шоу-бизнесе работаю, как бы, ну... А где вы работаете? Ну, в театре преподаю, в кино, на сцене. Она такая сильная, она сильная. Да, сильная личность. Мне кажется, она похожа на его бразильянку, да? Тогда будет его под каблуком держать. И мне кажется, он даже ее боится в чем-то. Может, ты узнаешь, что опять его в рабство. А вот этот очень немолодой человек, на 40 лет вас старше, с ним была какая любовь? Которая на папу похожа. Я не хочу, если честно, разговаривать на эту тему. Почему? Меркантильная женщина обязательно появлялась, и у меня прям вот из-под носа, что в первом случае, что во втором уводил мужчину. Ну, что я вам могу сказать? Меркантильная откуда, вы знаете, вы ее за руку хватали? Они, скажем так, мне, эти женщины, потом писали смс, что ну что ж ты со своими чувствами? А мы вот все так четко рассчитали, что ж ты не можешь так рассчитать? Вот, понимаете? Так вы даже, так расскажите, это вот во втором случае? Да и в первом, во втором. История абсолютно одинакова. А откуда вы знали, что они меркантильные? Ну, мне девушки говорили это в лицо. То есть вот с этим Ромой... А куда они права знали? Ну, как мы сталкивались? Ну, так размажьте их сейчас на весь земной шар. Все смотрят даже в Зимбабве на нашу программу. Ну, вот с Ромой, вот почему все-таки... Рома, это который первый? Он там, как бы, появилась женщина, стюардесса, она там из Уфы и так далее. Ну, тоже недолго они-то просто встречались, она через две недели ему сказала, давай я буду у тебя жить, там и так далее. А вы откуда знаете такие подробности? Мы с ней сцепились, она мне все рассказала. А где вы с ней сцепились-то? В переписке. Но она мне предлагала встретиться еще. Нет, а как она про вас узнала-то даже по переписке? Ну, все узнается. Стюардесса, из Уфы появилась. Новое лицо. Это как пьеса. Мелодрама, да. А вот с этим, который был очень пожилой, он же тоже изменял, у него была куча. Одна мало уже, другой, одна ярче. И он вам сразу сказал, что не выжил. А зачем он вам изменял? Не знаю. Со старухами. И вы тоже с ними не сцепились в живое, вот так, космотой? Или был где? По телефону. А вы откуда их знали? А мы все друг друга знали, он как бы нас сталкивал. А зачем? Ну, ему было, наверное, очень интересно посмотреть, как тут девочки подеритесь за меня, я вот тут такой богатый знаменитый. Ой, господи, я столько лет прожила, почему я ни разу не была в такой ситуации? Наверное, потому что я... Если человек учревнивый, меня все время провоцирует, вот, а провоцировать меня не нужно. Зачем это делать? Да. Ну, как бы не все истории-то у меня были плохие. Вот, вот эти две, я больше надеюсь, в третий раз я не наступлю. Хорошо, вам нравится, Павел? Ну, в принципе, да. А вам вот такая, Марина. Вы знаете, да. Да? Хорошо, а я думаю, она вам еще больше понравится после сюрприза. Покажите, что вы приготовили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вплощается счастьем добиться сердцу! Спасибо, Марина! Спасибо! Проходите со своими друзьями в свою комнату. Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И увлекаясь нумерологией, тайно узнав твою дату рождения, я просчитала. Мы подходим друг к другу. Спасибо, проходите! А это вам! Спасибо! Это другая история о любви! Спасибо! Ну, это кукла! Ну, он ей не сказал, вы очень приятная девушка, там, вот такие слова, как мне. Да это видно, я же тебе про это и говорила. Здравствуйте, Ксения! С кем вы? Здравствуйте! Ну, мои подруги Галя и Настя. Очень приятно, давайте на вас посмотрим. Ксения, 24 года. Индивидуальный предприниматель в сфере торговли. Визажист. В прошлом работала стриптизершей и моделью. Увлекается нумерологией, любит читать, мечтает жить на морском побережье и признается, что ей нужен мужчина только со второй или четвертой группой крови. Как только Ксения предложила своему избраннику серьезные отношения, он тут же исчез. Надеется, что Павел – настоящий мужчина. Ксения, вы серьезно считали, что отношения, построенные исключительно на сексе, могут стать длительными и закончиться чем-то серьезным? Вообще, я считаю то, что отношения между мужчиной и женщиной в первую очередь они основаны на сексе. Если в постели не лады, как бы ты вкусно не готовил борщи... Ну, если это своим естественным чередом познакомились, потом повстречались, потом секс, то, конечно, да. А если познакомились у стойки бара, а потом под стойкой бара, то навряд ли. Как у вас все происходило? АПЛОДИСМЕНТЫ Последние отношения, которые у меня были, мы познакомились с мужчиной в ресторане. Ну, можно, грубо говоря, сказать так же. У стойки бара подошел искра. Это вот где-то на животном инстинкте, я не знаю, где-то вот все просто озарило. И ты понимаешь, что человек... Ну, в данный момент вот такое желание друг к другу. Да, это похоть называется. Пухоть. Пускай похоть, пускай... Я бы считала, что все-таки искра такая некая. Секс, естественно, был не сразу на первом свидании под стойкой бара, но был... Сразу, практически. Ну, в первый день, на третий. На третьем свидании. Интересно, а сколько же у нее было парней? Она что-то там, всю Москву пропустила? Сколько лет? Почему Москва? А сколько лет? Она, по-моему, не из Москвы. Были бурные эмоции, было просто буря... Я даже не могу описать. Это настолько пронизывает насквозь. Было все круто, но у того человека были... Был тяжелый разрыв с предыдущей девушкой, с которой он прожил какое-то время. И, как он мне сказал, он не готов к серьезным отношениям. А он знал о том, что вы в бывшем стриптизерша, вы модель эротического жанра, да? Да, да. Я в прошлом стриптизерша, но я не в прошлом модель эротического жанра, я до сих пор занимаюсь. До сих пор. Он знал об этом, да? Да. Что мне нравилось в этом человеке, он меня принимал на 100% в такой, как я и есть. Ему очень нравилось именно то, что я себя показываю, то, что все меня хотят. Понятно. Слушайте, у него были тяжеленные расставания с любимой женщиной. И тут он узнакомится с вами. А мужчины, когда уходят, когда у них проблемы в семье или расставить, они к кому идут? К вам, девушка в красном. Я вас не обвиняю, поэтому... Нет, нет, нормально. ...кто я такая? Прошло какое-то время, он просто не был готов к новым серьезным отношениям. Хорошо. И сколько продлились ваши эти встречи? Месяцев 6-7. На таких не женят. Но мне кажется, это не тот мужчина, которому понравилась такая девушка. Скажите, пожалуйста, Ксения, вы из какой семьи? Из полноценной. Мама, папа? Мама, папа. Не обижали? Ну, скажем так, семья полноценная, сестренки младшие есть. Но так получилась проблема отцов и детей. Я ушла из дома в 14 лет. Почему? Ну, не получилось. А с кем был конфликт? С мамой, с папой? С мамой. Из-за чего? Мама, скажем так, она... Я просто не знаю, говорить это можно. Можно. Мама. Мама у меня, значит, была в секте. Даже нужно. Там у них там свои строгие такие устои. Девушки там длинные юбки до пола. То есть мне 14 лет, мне там охота брови поощипывать, губы накрасить, с друзьями пойти пиво попить, как все делали. Маме дома сиди, ходи с нами на собрание, братья и сестры, молитвы. А где вы жили? В Новосибирске. Вот. И по законам этой веры, как бы, ну, ребенок... Мама вас принуждала? 14, да, принуждала. 14 лет, исполняется ребенком, сам решает, тяните, я ушла. Мама била вас? Мама, нет, не била. Но пыталась. Нет, била. Я просто не хочу вспоминать. А вот вы сейчас настоящая, а вот сейчас я уже на вашей стороне. А знаете, какое счастье, что вы не все к тебе остались в этой? Потому что стриптиз в прошлом в эротическом жанре поснимаетесь, ну, сколько еще, ну, год-другой, вам уже 24 года, там выйти замуж, дай бог, родите детей. А из секты оттуда вы бы нормальным человеком уже не вышли. Поэтому хорошо, что так. Слушайте, ну, как он придет и скажет родителям, моя девушка бывшая... ой, мистер-будуша. Оговорочкой. Вам нравится, Павел? Скажем так, внешне не мой типаж, но если узнать друг друга поближе, может быть и... А для разве так важно, чтобы мужчина был вашим типажем внешне? Нет, не важно. Нет, ну, аж говорить-то из крата важно, а. А потом, ну, что ж так, себя-то ж не переделаешь. Если там в бассейне... Вы коллеги, да? Нет, мы подруги. Еще из детства, из Новосибирска. Она Настя, подруга моя, из детства, из Новосибирска, а с Галиной я живу. Мы снимаем квартиру. А, Паша, а какая группа крови у тебя? Вторая положительная, если не ошибаюсь. А зачем вам непременно вторая или четвертая? Почему? Был промежуток времени, когда общалась с одним мужчиной, с интересным очень. И вот он подсадил на такую штуку, узнавать им черты характера. Ой, и вы также занимаетесь номерологией. Первая группа, что там первая группа? Вторая и четвертая. Первая группа крови, она присуща лидерам, охотникам. Ой, это неинтересно, по-моему, все читали. А третья? Зачем тебе это надо? Я тебе присущу книгу. Подождите, подождите, а у вас какая? У меня четвертая. Я просто думала, может быть, в этом есть какой-то меркантильный расчетец хотя бы, в случае чего спасет переливание крови. Нет. Ксения, зачем вы себе морочили голову этими глупостями, нумерология, тем более это все-таки это поверхностные у вас представления. Ну не то, чтобы глупости, это как... Это все равно всегда добавочное к основному, что есть в отношениях людей. Это никогда не бывает основным и первым. Но основное нам посмотреть на сюрприз, который вы приготовили. Я знаю, вам нужно переодеться. Да, да, переодеться надо. Ой, он расстроился. Он ждет следующую уже, чтобы выбрать тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Это, конечно, красиво, но вызывающе, да, через что. Оно может его оттолкнуть, да, таким порывом, да. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо большое. Спасибо. Проходите в свою комнату. Проходите. Павел, а вы девушкам что дарите, я так не плачу? Блокнотики какие-то? Нет, как я обещал, это мечта о любви. То есть это Франсуа Де Сагана. Это книга Франсуа Де Сагана, это разные произведения. А в книжке? Да. Про любой? Да, на русском языке, не на французском. Это роман? Я такой не читаю. У меня в книге роман, вроде да. Нет, романа не люблю, но подарок мой. Ну, у вас самообладание, ни один мускул не дрогнул на вашем лице. А может он не любит такое смотреть? То есть эмоции никакие не показали. Мария и Ксения, как вам? Выше образование есть, так танцует, Паш. Берем. Нет, ну я скажу, девушка владеет хорошо своим телом, она молодец, но я не увидела, да, действительно, что Павла как-то это задела. Может быть она и сексуальна, но для семейной жизни... Да, Павел пришел строить семью на самом деле. Как Жоних-то тебе? Жоних никак, он очень аморфный. Выступил, правда, очень круто, очень. Мне понравилось, но я вижу, что он какой. Ксения, конечно, не выглядит на 24 года. Она, мне кажется, ну мне не хотелось бы говорить, что она безнадежно испорчена. Она уже очень испорчена, понимаете? До тех пор, пока она не поймет, что мужчина будет с ней пережидать что-то, либо залечивать и зализывать свои раны какие-то любовные. То, что она делает, это превосходно, это здорово. Это, правда, это неотъемлемая часть жизни, но это не основное. Мужчины – люди. И как бы мы секс не любили, он все равно, как ни странно, занимает меньшую часть нашей жизни. Поэтому, когда только Ксения поймет, что с мужчиной еще хотят разговаривать, потом у них рождаются дети, нужно решать какие-то проблемы, родственники и так далее, и так далее, тогда она из разряда развлечений, с которыми можно вот прямо рассказать, перейдет в разряд возлюбленных. Очень бы хотелось. А что они говорили, что денег зарабатывают больше, чем он, чем его родители, все вместе взятые? Она, с одной стороны, в своей жизни наработала броню вот этой борьбы с мамой и борьбы с жизнью, из-за мамы, из-за семейной ситуации, но она не научилась идти на компромисс с той же жизнью, договариваться, она не научилась слышать окружение и приспосабливаться таким способом неразрушительным, что ли. Вот как только она научится это делать, как только она научится где-то воевать, где-то договариваться, соблюсти верный баланс, вот с этого момента начнется ее личная жизнь. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» и я предлагаю вам, Павел, встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Павел. Очень рада нашей встрече. Спасибо, проходите. Такая маленькая, скромная девочка-поросенок. Представьте своих подруг, моей подруги Татьяна и Мария. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Ирина, 26 лет. Менеджер по туризму. Старается каждую минуту провести с пользой. Путешествует, занимается йогой, ходит в бассейн, читает классику и готовит полезные кулинарные блюда. Мечтает найти мужчину, которому она захочет родить детей. На отдыхе время у Ирины вспыхнул курортный роман. От чувств она потеряла голову, но как только вернулась в Москву, все закончилось. Надеется, что Павел ее не предаст. Василиса, на языке символов. Что означает вот этот глубокий синий фиолет, что мы просто сидим, как будто сговорились? Нет, не ты не с нами. Вообще, вот такой синий, это цвет на пересечении Сатурна и Юпитера, он считается цветом благосостояния. Его я рекомендую надевать на Новый год, когда есть желание поправить финансовые дела семьи. И у Ирины, по-моему, да, такой же оттенок? Да. Похожий. Но есть подозрение, что наши финансовые дела в скором времени поправятся. Да? Здорово, здорово. Вы чем-то похожи с Павлом. Вот так же, как и у Павла, у вас вспыхнул такой курортный роман. Все в скором времени закрутилось, такая любовь, страсть. Было дело. Но это был, правда, не бразилиц, а итальянец. Ох, иди, итальянец. И говорите. Довольно-таки нетипичная итальянская внешность, потому что у него русые волосы, зеленые глаза. Милая, вся такая воздушная. Вот такая ему нужна, прям вот, чтобы, знаете, чувствовать себя комфортно. Через сколько дней это вы с ним уже зажигали? Я была в Риме неделю в командировке и потом две недели отпуск тоже провела там. И все это время вы были с ним? Да, мы были вместе. И вот вы собираетесь улетать и думаете, что он сейчас возьмет вас за руку и скажет, нет, Ирка, ты никуда не поедешь, ты моя судьба. Я улетала, и мы остановились на том, что я скоро к нему приеду. Вы рыдали в аэропорту, но он вас не оставлял и не обещал писать, звонить. Да, для него это был больше роман, а для меня любовь. Ну вообще, как он смотрит, она ему нравится. И потом вы в сетях нашли... Да, в социальной сети я увидела, что очень много у него девушек в друзьях, довольно-таки симпатичных, да, из Украины, из России. Дурех-то. Да. Которые за пиццу прямо, знаете, там... Да, да, да. Не за пиццу, а за карпаччо. А знаешь, а я думаю, что может быть еще и они ему эту пиццу покупали, если так разобраться. За пиццу, карпаччо и фокаччо тогда. Хорошо. И на десерт тирамису. Да. И я сколько хочешь. Зу-зу-зу. Ой, господи, дуры вы дуры. Они как-то не подходят друг к другу, они как-то не смотрятся. Да, гороскоп не тот. А на что будете закрывать глаза в браке? На какие-то... Допустим, если Павел будет часто проводить время со своими подружками. Смотрите на подружек-то. Да, симпатичные. Не раздражает? Подружек. Надеюсь, подружки. Мой вам совет. Вот просто если у вас складываются отношения, не то, что после свадьбы, чтобы их не было, а буквально как только начали встречаться, сразу же. Чтобы сразу не было. Смотри, подружки такие же. Сидят подружки, сидят в сторонке. Слушай, ну ему будет скучно с ней. Конечно. Она такая, дома, борщ. Я хотела бы спросить Павла, что для него является идеальными семейными отношениями? Ну идеальные, наверное, это те семейные отношения, которых мы еще не знаем, потому что идеал это то, к чему мы стремимся. А куда мы идем, это может быть, знаете, как мираж. Вот там вот хорошо, мы туда пришли, а там ничего нет, это вот там вот хорошо. И мы так идем, идем. А к чему вы стремитесь? Скажем так, я иду, переставляю ноги, но наша, в принципе, жизнь, она больше, знаете, как откуда-то на туманном. То есть мы идем, какую-то часть дороги мы увидим. В тумане, что ли? Хорошо, Ирина, покажите то, что вы приготовили для Павла. Я люблю готовить и увлекаюсь приготовлением не только вкусной пищи, но и полезной. Я для вас приготовила десерт, полезные маффины. Пожалуйста. Спасибо. Очень вкусно. Спасибо, спасибо большое, проходите в свою комнату. Спасибо, дорогой. Ирочка, ты ему понравилась. А девочки, ну и как вам Ирина? Нам понравилась. Ну не знаю, как Мария, мне очень понравилась девушка. Особенно история про итальянца прям. Павел. Вы знаете, очень вкусные маффины были и клубника. Это, вот знаете, ее характеризует именно простота. То есть, грубо говоря, то, что без вот этого налета чего-то там, все просто приготовила что-то вкусное. Серьезно, девушка? Да, мы все простые люди, во-первых, как бы просто люди, да. А потом там мужчины, женщины, там как бы... Ну, твои маффины никого не оставят равнодушны. Ну да, ему понравилось. Уплетал он. Недаром у тебя посоветовали именно их. Роза? Да я не против, собственно говоря. Ирочка хорошая, пристраивать надо, неплохие руки можно отдать, в общем-то. Меня она, конечно, покорила тем, что она была естественна, улыбалась ненатужно, ничего про себя не придумала, рассказала не самую, наверное, выгодную для себя историю. Но я всегда говорю девчонкам, будьте откровенны. Ничто так не подкупает, как откровенность. Поэтому вы правильно заметили, она проста, то, что вам хотелось. Это приятно. Василиса? Она ищет мужчину, который был бы старше нее, хотя бы по пониманию жизни, и был бы таким немножко загадочным. Я понимаю, откуда взялся этот итальянец, который был ее на 20 лет старше. Но вы, конечно, не на 20 лет старше, но у вас тоже есть много чего-то, чего вы не раскрываете сразу, поэтому она может быть заинтересована. Единственное, что она ждет мужчину очень стабильного и понятного, предсказуемого. Явно парень, который пытался без паспорта там три границы преодолеть и просто за любовью поехал в Бразилию, это не те черты характера, которыми она бы так вот мысленно наделила идеального избранника. Поэтому, если вдруг вы уже с такой шальной юностью распрощались, то я думаю, что она будет рада. Ну, а как тебе, Павел, при личном общении? Приличный, серьезный, стабильный, вот то, что как раз ищу. Как вам кажется, кто больше всего подойдет в избраннице вашему другу? Ну, на мой взгляд, это Марина, потому что мне кажется, что Павла более легкая такая девушка именно для него. И то, что она будет прекрасно развлекать его с его серьезностью, мне кажется, такая дама ему и нужна. Ну, из трех вот реально подходишь ты. Я считаю, что у Павла подходит Ирина, вот, она более серьезная, она пришла с целью, то есть выйти замуж, родить детей. Ириш, выйдешь, если он зайдет? Наверное, выйду. Выходи, выходи. Вам понравилось? Да, мы одобряем. Я думаю, Ирина, третья невеста, вы с ней похожи внешне, она тоже такая крепенькая, широколицая, россиянка. Будете рожать здоровых детей, и она вас, может, вполне осчастливает. Надо посылать ему сигнал, чтобы он шел в нашу комнату. Там экстрасенсы работают, там группа крови. Раз пока вы не определились, потому что дети, это все-таки не туман, это конкретика. И одной на любови детей не накормишь. Там надо и зарабатывать, и жену содержать. Я тоже за Мариночку, кстати. Она тоже как бы так в своем тумане неком. Ну, звезды точно скажут, кто подойдет Павлу, поэтому, Василиса, тебе слово. Ну, если вы ждете честного ответа, то никто. Но поскольку такая жизнь хитрая штука, может быть, они будут расти, меняться. Я советую выбрать Ирину, может быть, пообщаться с ней в социальных сетях. У нее могут быть подруги, которые вам подойдут. Но рекомендовать лично никого я сегодня не могу. Я думаю, что вы сделаете свой собственный выбор, а мы вас поддержим. Проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям, отправляйте смс с их номером по телефону 4-4. Максим, 27 лет, номер 2651. Программист, живет в Израиле. Любит ходить в походы, путешествовать, кататься на велосипеде. Гордится тем, что пробежал марафон. Надеется встретить стройную и уверенную в себе блондинку с сильным характером. Владимир, 25 лет, номер 2652. Учредитель молодежной некоммерческой организации «Помощи детям». Любит смотреть фантастические фильмы, кататься на велосипеде. Гордится тем, что стал мистером за Волжье. Мечтает встретить волевую брюнетку со светлыми глазами, которая будет во всем его поддерживать. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избраницей. Я приглашаю всех выходить и давайте его поддерживать. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел. Ирина. У нас есть пара Павел и Ирина. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкеты на сайте Первого канала. Если вам понравится кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именингероя на номер 4-4. Я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, пошелимся. Удачи. Я вышел на танцпол, весь красивый, распуфыренный. Она подбегает, меня обнимает и говорит, я тебя больше не отпущу. Я поняла с ним, что любила я впервые. Боже мой, как я тебя люблю. А сам по торговому центру девок там высматривает. Я позвонил в дверь, она открыла и сделала удивленные глаза, типа, ой, что это? Каюсь вообще до сих пор, но первый раз в жизни я залезла в телефон. Какая глупость. Нужно это делать регулярно. КОНЕЦ